Большой подарок на неделю получили и жители Дальнего Востока. Сразу в двух регионах, Приморском и Хабаровском краях, обновили пригородный подвижной состав. Алина Смирнова увидела, как новые электропоезда отправили в рейс. Прямо сейчас ее репортаж. Контроль есть. Селеный, троняемся. Скорость 25-25. Пассанты-маретрообоя закончена. Будьте осторожны, двери закрываются. Следующая остановка, первая речка. Системы проверены, так и приемники подняты. Можно отправляться. Со станции Владивосток в свой первый рейс вышел новый электропоезд ЭП-3Д. Он стал восьмым составом этой серии, которая курсирует по пригородным маршрутам Приморья. Совсем скоро к ним добавятся еще два таких же поезда. Машины уже прибыли в депо и начнут работать сразу после обкатки и настройки оборудования. Первые электропоезда серии ЭП-3Д поступили на Дальневосточную магистраль почти шесть лет назад. С тех пор пассажиропоток в Приморском крае постоянно растет. По результатам прошлого года мы имеем рост в пассажирообороте более 11%. И что примечательно, 10% рост это пригородное движение. Объемы Приморского края это более 50% всех объемов Дальневосточной железной дороги. А в целом в Приморском крае среди всего пассажирооборота пригородное движение занимает 77%. Электропоезд – пригородный третий тип Демиховский. Так расшифровывается аббревиатура ЭП-3Д на кабине электропоезда. Такие поезда Демиховский машиностроительный завод выпускает с 2016 года. Это улучшенная версия электропоездов ЭП-2Д и ЭД-9Э. Надежный и комфортный. Сегодня он более чем на 90% оснащен отечественными комплектующими. На этом электропоезде введены новые 27 инновационных решений, которых не было на электропоездах других серий, которые у нас сегодня работают. Это 11 новых решений по комфортности передвижения пассажиров, 6 по эргономичности, 6 по надежности технического состояния электропоездов и 4 по улучшению условий безопасности следования пассажиров. ЭП-3Д – это электропоезд с повышенным уровнем безопасности. В его наружной конструкции отсутствуют поручни и подножки. Это сделано для того, чтобы предотвратить несанкционированный доступ на крыше или в отсеке между вагонами. Но главной отличительной чертой этого состава является наличие крэш-системы безопасности, которая позволяет смягчить удар при столкновении с препятствием и избежать деформации салона. Внутри состав отличается повышенным уровнем комфорта. Электропоезд оборудован полноценной системой климат-контроля, которая позволяет поддерживать оптимальную температуру в салоне, эргономичными креслами с USB-разъемами для зарядки смартфонов. Удобнее станет и тем, кто после рельсового захочет сменить транспорт на двухколесный. Для перевозки велосипедов выделили отдельные крепления. Также конструкция предусматривает внедрение доступной среды для маломобильных граждан. В ВП-3Д есть подъемники для инвалидных колясок, световые табло, а вся важная информация в поезде продублирована шрифтом Брайля. Сами пассажиры пригородных электричек высоко оценили комфорт состава в серии. Утром ехали в водосток, сейчас едем обратно. Комфортно, все рядом, мягко, удобно, чисто, самое главное. Никого постороннего, как раньше было в студенческие времена. Вот, допустим, ребенок и поспал, и посидел, и в окошко полюбовался. Приятный обслуживающий персонал. Довольно-таки комфортно. Я, кстати, на раз очень давно ездила на электричке, а сегодня какое-то такое вдохновение, весна, дома, дай-ка, прокатимся. И захожу, прям, была очень приятно удивлена. Ну, очень. Непривычные подголовники высокие, там, там, такие деревянные раньше были. Ну, очень комфортно, достойно, прям, только каждый день ездить. Модернизированная конструкция электропоезда была разработана и для удобства локомотивной бригады. У состава увеличенная кабина и более современный пульт управления системой видеонаблюдения. Камеры снимают все, что происходит в салонах вагонов, тамбуров и перед поездом на путях. Здесь у нас освещение, прожектор у нас диодный, то есть глаза меньше устают, ты больше видишь. Также освещение пульта, подсветка, как говорится, где лежат документы, там, расписание. То есть на глаза усталость меньше, меньше устаешь. Шумоизоляция в этих поездах новых, получается, когда у тебя закрыты окна, очень хорошая шумоизоляция сделана. И то есть ты не слышишь посторонних шумов, что, ну, влияет на наши уши, да. В летний режим, получается, да, мы спасаемся от жиры, здесь хороший климат-контроль. Ввод в эксплуатацию модернизированных составов позволяет улучшить транспортную доступность в регионе и снизить загруженность автодорог. При этом правительство Приморья совместно с РЖД планирует и далее включать городские электрички в систему общественного транспорта Владивостока и его пригородов, а также развивать железнодорожные маршруты в города Уссурийск, Арсеньев, Находка, Большой Камень и поселок Хасан. Мы сейчас прорабатываем по поручению президента и правительства Российской Федерации совместного с УАО РЖД, также и с центральным руководством и с дальневосточной дорогой. Это вопросы легкого метро в городе Владивостоке, что, безусловно, также должно снизить транспортную нагрузку и улучшить транспортную доступность населения, в том числе и быстро и легко добираться как на рабочие места, так и домой. В рамках подписанных с холдингом соглашений обновили и парк подвижного состава в Хабаровском крае. Поезд ЭП-3Д в торжественной обстановке отправили по маршруту Хабаровск-Хор. Теперь в пригородном сообщении столицы региона будут регулярно ходить три комфортабельных электропоезда. В 2020 году в нашем городе вместе с главой компании РЖД Олегом Валентиновичем Белозеровым мы договорились об обновлении подвижного состава на пригородных перевозках. Вот в тот момент, когда мы ударили по рукам, средний возраст поездов составлял порядка 17-18 лет. И мы видим результат. Это уже третий поезд, который запускается в Хабаровском крае на пригородных перевозках. Он позволит, конечно, совершенно другому уровню осуществлять перевозки. В этом году на полигон Дальневосточной магистрали поступят еще пять современных электричек. Три новичка Демиховский завод отправят в Хабаровский край, тем самым полностью обновив работающий здесь подвижной состав. В целом же к концу 2024 года из 28 электропоездов, работающих на Дальнем Востоке, 19 будут представлены машинами серии ЭП-3Д. Алина Смирнова, Виктор Воронин, РЖД-ТВ, Владивосток, Хабаровск.